Давай домик, прощай. Проплывающая мимо крыша дома. Женщина по поясу в воде, которая отчаянно зовет свою собаку, пытаясь найти и спасти питомца. Целые города и поселки под водой. Все это последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции российскими оккупационными войсками. Этот теракт создал угрозу для жителей Херсонщины по оба берега Днепра ниже Каховского водохранилища. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, затопленными или подтопленными могут оказаться около 80 населенных пунктов. Многие из них временно оккупированные. Местная власть драпанула из затопленных сел, не став при этом проводить эвакуацию населения. Временно оккупированные Олежки, Голая пристань и Забарина оказались полностью под водой. Люди ночевали на крышах своих домов без воды и еды. Мольбами о помощи и спасении были переполнены чаты. Люди оставляли координаты своих родственников, оказавшихся в водной ловушке. К тому же российские военные препятствовали тем, кто пытался самостоятельно эвакуироваться на правый берег. Волонтерам чудом удавалось вывозить людей на своих лодках. Катастрофа на Каховской ГЭС – это далеко не первый подобный теракт на территории Украины. 82 года назад, в августе 1941 года, была подорвана Днепровская гидроэлектростанция. Ее, отступая, заминировала и подорвала Красная Армия. Для того, чтобы работающая электростанция не досталась наступающему вермахту и чтобы замедлить продвижение их войск. Тогда немецкая армия быстрыми темпами продвигалась вглубь территории СССР и к середине августа вышла крики «Днепр» от Херсона до Киева. Чтобы предотвратить наступление вермахта, советские спецслужбы заложили взрывчатку и взорвали дамбу в Запорожье, самую большую в Европе на то время. Подрывом, судя по всему, занималась НКВД по приказу Сталина, а о самой операции знал ограниченный круг лиц. И хоть станцию заминировали заблаговременно, о подрыве дамбы никто не был предупрежден. Ни гражданское население, ни военные части, располагающиеся неподалеку. Было абсолютно понятно, что светские войска не смогут держать на этапу немцев, имея, по сути, уже разбитые советские остатки войск. И, конечно же, пришло приказом, что нужно заминировать Днепровскую ГЭС. Как и Каховская ГЭС, так и Днепровская ГЭС была заминирована инженерами, потому что разрушить такие дамбы невозможно обычными арт-ударами, никакое оружие. Ихняя постройка связана с тем, что это отсеки, которые имеют свои внутренние перепады. И, соответственно, даже если по нему бить высокоточечным оружием, то это не произведет к тому, что дамба прорвется. Может быть, небольшая трещина, может быть, небольшой проем возникнуть, но это не произведет к тому, что дамба вся будет разрушена. Собственно, такая технология. И только исключительно минирование инженерами, которые знают конструкцию дамбы, этих отсеков, может привести к прорыву дамбы. Так, Днепровская дамба была заминирована инженерами, которые прислали НКВД, это Народный комменстрат внутренних дел, в будущем это КГБ, которые заминировали дамбу и, ожидая прихода немцев, понимая, что уже нету возможности к обороне Запорожья, дамба была взорвана. Огромная водная лавина снесла десятки прибрежных сел с жителями и даже понтонные мосты советских войск. Есть многочисленные свидетельства, что погибло также много советских военных, которые базировались на острове Хортица. Разрушения были гораздо сильнее, чем предполагалось. Дело в том, что подрывники неправильно рассчитали количество взрывчатки. В результате отверстие, образовавшееся в дамбе, было в пять раз больше запланированного. На тот момент мы должны понимать, что не было ни интернета, никакого оповещения о том, что случилось. Просто ночью встало заливать украинские села, позиции советских солдат, заливать водой. И никто не мог догадаться, что это за вода. Она просто шла. Люди не понимали, что происходит. И те мобилизированные молодые парни, которые учились в советской армии, оставившие своих родителей в селах украинских, под Запорожьем, в самом Запорожье, где тоже вода пришла, мы понимаем, что это были смерти. Должны учесть, что никаких надувных лодок это не было. Что плавсредства были абсолютно элементарными. И в этой ситуации мы понимаем, какой был нанесен ущерб в целом экологии, флоре, фауне и, конечно, жильским жизням. Этот подрыв плотины был задуман и, конечно же, как и Каховская ГС, этот подрыв руководился и был отдан приказ высшим начальством. Хочу напомнить, что по Женевской конвенциям подрыв дамб, собственно, характеризуется как использование оружия для массового убийства. Поэтому это все равно что ядерное оружие, что дамба, это по сути это убийство, оружие массового поражения направлено против гражданских людей. Серьезного ущерба немецким войскам подрыв плотины не нанес. После взрыва Днепрогэса оборона Запорожья продолжалась еще полтора месяца. После чего немцы взяли город. А вот потери самой Красной Армии и мирного населения были значительно больше. По разным оценкам историков, жертвами подрыва дамбы стали от 20 до 100 тысяч людей. Во время подрыва немецкие части были не так затоплены, как левый берег, на котором находились советские войска. И теперь мы вспомним мускулинность тоталитарной системы Советского Союза в том расчете, что пехота могла отойти. А, например, те подразделения, которые были артиллеристами, механизированные, которые отвечали за технику, и потеря техники боевой производила тому, что этих людей арестовывали, расстреливали, отсылали, посылали штрафбаты, что многие из советских солдат просто остались, пытаясь быть возле техники своей. И не понимая, что эта вода не просто по колено с утра, что эта вода потом поднимется на несколько метров. И просчитать количество жертв под советских солдат, которые относились бережно к своей технике, материальному обеспечению, мы просто не можем, потому что никакая советская статистика нам не покажет правдивой картины. СССР даже выдвинул нацистам обвинение в подрыве Днепрогесс на Турнбергском процессе, однако вину немцев не доказали. Более того, после того, как немецкие войска вошли в Запорожье, они починили дамбу, установили новые турбины и возобновили работу Днепрогесс. Но в 1943 году уже сами немцы повредили станцию, чтобы остановить контрнаступление советских войск. В силу разных обстоятельств этот взрыв оказался менее масштабным, чем советский. Но когда наступала советская армия, немцы использовали эту дамбу, но стратегически правильнее. Тоже был подрыв дамбы в 1943 году, но уже разлив, как мы знаем, идет на левый берег, то есть разлив шел против наступления советских войск. В целом, подрыв Днепрогесс – это один из многочисленных примеров использования Советским Союзом тактики выжженной земли. Ее суть – уничтожить все, что могло достаться врагу. Все жизненно важные для противника запасы продовольствия, промышленную и жилую инфраструктуру, а в отдельных случаях даже исторические достопримечательности. Эта стратегия стала для Красной Армии одной из основных в войне с нацистской Германией. Отступая, советские войска вывозили в тыл не только множество больших предприятий, но и тонны зерна, продуктов и весь рогатый скот. При этом Москву совершенно не волновало, как в таких условиях выживать людям, которые оставались на оккупированных территориях, потому как отступающие войска их не эвакуировали. Теория и методы войны Советского Союза не отличались от того, как воевала Российская империя перед этим московское царство. Враг должен быть уничтожен любой ценой, даже если это цена, это собственное население, собственные граждане. Поэтому, когда началась немецко-российская война, граница Второй мировой войны, то, что называют часто Великой Отечественной войной, а на самом деле это не один из фронтов Второй мировой войны, то тогда ставкой главного командующего Сталина было принято решение о тактике, использовании тактики так называемой спаренной земли, выжженной земли. Что оно означало? Что, когда надвигается противник, нужно было, и Советская армия вступала, нужно было уничтожать все, что было просто за Советской армией, то есть тот, кто перед наступлением врага. Ну, конечно, уничтожить все не было возможности, но, так или иначе, для лиц гражданского населения это нужно было эвакуироваться, просто уходить, уходить и с собой уводить скот, любое имущество. Конечно же, это было невозможно сделать по многим причинам, но, кроме этого, тактика созданной земли также делала некоторые моменты поправочки и по отношению к логистическим маршрутам, переправам, к тем ценностям, которые могли быть полезны другой армии. То есть мы говорим о подпалах, например, зернохранилищ, которые они могли вывезти, об уничтожении поголовья скота, которая находилась, просто убийстве для того, чтобы мясо было непригодное к еде. Это и отравление, конечно же, колодцев в том числе, и, конечно же, подрывы мостовых развязок, дорог, и все это приводилось в исполнение. Иосиф Сталин в своем обращении к народу четко заявил, не оставлять врагу ни единого литра топлива, ни одного килограмма хлеба. Колхозы должны передать все госорганам для вывоза в тыл, а что не может быть вывезено, должно быть уничтожено. Это привело к острому дефициту продуктов для гражданского населения. На оккупированных территориях в первые же месяцы войны возник массовый голод. При этом сами немцы от нехватки еды не страдали, ведь поставки продукта в вермахте были налажены на высшем уровне. Немецкая армия обеспечивала себя самостоятельно, продукты высылались от Германии. То, что бралось в местном населении, репизировалось, то от этого немецкая армия не зависела. Например, в отличие от советской армии, которая репизировала во время наступления постоянно продуктов у местного населения, немецкая армия ела консервы, которые присылали им из Германии. Консервы с подогревом, если нужно отметить, с автоподогревом, за счет химического дна, которое включалось механическим проводом ключа. То есть немцы были обеспечены. Немцы ели на фронте шоколад, какао пили, делились этим с детьми, которые они видели в украинских селах. Отступая из городов, красноармейцы оставляли за собой огромное разрушение. Так, например, при отступе из Киева, следуя тактике выжженной земли, спецотряды НКВД подорвали вокзал, склады с топливом и продовольствием. Вывели из строя водопровод, тем самым лишив украинскую столицу питьевой воды. Кроме того, заминировали целый ряд зданий в центре города и подорвали их после прихода немцев в Киев. В результате многочисленных взрывов на Крещатике разбушевался пожар, который длился несколько дней. Было уничтожено 324 здания. Без крыши над головой остались тысячи киевлян. В результате пожара Киев навсегда потерял значительную часть своей исторической застройки. Главной целью подорвников было уничтожение пространства, которое бы немцы использовали для своего обеспечения, для комфортной жизни. Я хотел бы напомнить, что эта тактика уничтожения столицы, она практиковалась россиянами давно. И сожжение Москвы, когда туда зашел Наполеон, та же самая тактика. То есть власть не видит проблемы в уничтожении собственности и влаг собственных граждан для, скажем так, нацелить врагу. Потому что, чтобы сделать врагу неудобным, расположение. При этом, конечно же, не учитывается количество жертв, которые будут. Потому что власть, вот эта вот тоталитарная мускулинность, она показывает силу и страх. Но никогда не думает о людях. Уничтожить могли гораздо больше достопримечательностей. Однако немецким саперам удалось разминировать здания оперного театра, Госбанка, Университета, Владимирского собора и ряда других. Когда пожары на Крещатике уже стихли, мощный взрыв прогремел в Лавре. Так был взорван Успенский собор. Советские нацистские режимы перекладывали ответственность за подрыв уникального здания друг на друга. И снова СССР предъявила вермахту обвинения в уничтожении как центра Киева, так и Успенского собора на Нюрнбергском процессе. Как Советский Союз, так и Российская Федерация не взяла никакой ответственности за подрыв Успенского собора, либо за подрыв Крещатика, подрыв Киева с сентября 1901 года. И даже попытки на Нюрнбергском процессе продемонстрировать, что Крещатик был взорван немцами на Нюрнбергском процессе, который был не судилищем, обращу внимание, а судом европейским. Все-таки все аргументации советской стороны насчет того, что немцы взорвали Крещатик, не были восприняты, чем глубоко обидели советскую делегацию. Во время реализации советским руководством тактики выжженной земли погибли десятки тысяч гражданских и военных самой Красной Армии. Точных данных на сегодняшний день нет. Многие архивы России засекречены. Что примечательно, как и в ситуации с Днепрогресс, когда Кремль обвинял в своем преступлении противника, так и сейчас Москва пытается откреститься от теракта на Каховской станции. Российские пропагандисты тщетно распинаются о том, что дамбу прорвало из-за якобы обстрелов украинской армии. Но это, в принципе, априори невозможно не только из-за того, что мы разные цивилизации, европейские, евро-асиатские, у нас ментально это чуждо в целом, такие уничтожения. А в том примере, что инженерные сооружения, как на Днепровской ГЭС в 1941 году, как и на Каховской ГЭС в 2023 году, невозможно уничтожить какие-либо артобстрелы. Даже включая тот риск, что, возможно, были налеты авиации, авиационными бомбами, все равно это был не тот процесс, который можно сделать лишь отдельной бригадой, полком, батареей, не знаю. Это всегда было минирование. Поэтому россияне всегда лгут и пытаются всегда переложить свою вину на других. За более чем 80 лет Россия не изменила свои методы войны. Ведь одной из причин подрыва Каховской дамбы эксперты считают попытку оккупантов помешать контрнаступлению ВСУ. Эта катастрофа, в первую очередь, нанесла огромный вред именно мирному населению и экосистеме. Но, как и в случае с событиями 1941 года, российская армия своими действиями насолила и себе. От повышения уровня воды особенно пострадал левый берег Днепра. Вода смыла первую линию обороны оккупантов.